21 век, новые возможности, новые технологии. Когда до меня дойдет, я еще тот динозавр, который... Не просто онлайн обучение, а высшее образование путем онлайн обучения. Давайте об этом. Друзья, я приветствую вас на YouTube канале про нас. И буквально сейчас я закончил обучение через онлайн. Я учусь в высшем учебном заведении на третьем курсе. У меня факультет филологии. И учебные заведения перешли на временное онлайн обучение. Или может быть на пожизненное, это еще неизвестно. Какие трудности я испытал? Какое удовольствие я получил? И полный отчет впечатлений от онлайн обучения. Смотри до конца. Мы живем в 21 веке и онлайн обучение для нас вообще в принципе не нового, не в диковинку. А YouTube сегодня, он как можно больше продвигает образовательный контент. То есть мы включаем видео на YouTube, образовываемся, получаем новые знания, записываем их или запоминаем. Это дело уже каждого. Либо применяем и доказываем, что это рабочий метод. Либо применяем и доказываем, что это не рабочий метод. Либо в принципе вообще не применяем полученные знания. Но высшее учебное заведение в режиме онлайн это совершенно другое. Я родился еще в эпоху динозавров, когда компьютеров не было. И в принципе для меня было первое использование на площадке Zoom онлайн обучения. По моему мнению Zoom полностью адаптирован под онлайн обучение. Там есть такие функции, как поднять руку, задать вопрос. Все как на уроке, все как на паре. Еще плюсы онлайн обучения. Тебе не надо никуда ехать. Ты можешь давать обратную связь преподавателю. То есть здесь ты не просто слушаешь, а преподаватель тебя спрашивает. Ребят, все ли вы усвоили, какие у вас есть вопросы. И есть момент включить микрофон и спроси. Либо во время лекции поднять руку, нажать на функцию поднять руку и задать свой вопрос. Ты не тратил свои денежные средства на обеды, а покушал дома. Ты находился в комфортных для себя условиях. В моем плане это был диван, кого-то кресло, наверное. Ну вряд ли кто-то специально купил себе парту со стулом и сидел за ней. Ну может быть кто-то на самом деле находился в это время за рабочим столом. Преподаватель зафиксировал, кто из нас присутствовал на этой лекции. Отметил журнал, об этом сказал. Во время лекции, так же как и в университете, слайд-шоу, то есть презентация. И плюсом еще есть возможность, проходя онлайн обучение в таком формате, записывать эту лекцию. И прибегают к ней тогда, когда тебе потребуется. Так же преподаватель, как и во время предыдущего периода обучения, скинет эти слайды на почту. Затем он скинет тесты и мы совершенно в режиме онлайн, да, так же напишем тесты и сдадим. Скорее всего большинство людей испытывают не особо приятные ощущения или испытывают стресс при выходе к доске. Об этом у меня было записано видео. Как стать отличником, а не двоечником. Во время ожидания онлайн обучения я посмотрел разные варианты, такие как защита диплома. И онлайн обучение, оно полностью исключает какой-либо стресс. Особенно если тебе необходимо провести какую-то презентацию. Как это будет происходить дальше, посмотрим. Вообще я доволен, я доволен учебным заведением, что он принял решение проводить онлайн обучение. Проходя онлайн обучение, я не просто смотрю какие-то обучающие видео, могу получить обратную связь от преподавателя, насколько я это все усвоил задавать в режиме онлайн вопросы, экономить денежные средства на поездки в университеты на обедах. Я рекомендую, ребят, если у вас есть возможность получать высшее образование онлайн, и после чего вы получите действительно диплом о получении высшем образовании, то это здорово. 21 век, новые возможности, новые технологии. Эти технологии придуманы не просто так. Все технологии придуманы абсолютно для нашего комфорта. Поэтому пользуйтесь. Прекрасная площадка на самом деле. Я затроил и включил микрофон. Сначала понял, что он включен, потом я что-то нажал, я подумал, что он выключен. У меня в квартире еще кот, он давай баловаться с птицами на балконе, то есть убегать, ловить их. Кто-то попросил слово у преподавателя. Она ему разрешила, мне сказали, Сергей, выключи, пожалуйста, микрофон, ты мешаешь. Что-то нажал, нажимал на микрофон, мне показалось, что он выключен. Продолжал печатать лекцию, на самом деле я не просто ее слушал, печатал на клавиатуре, а пытался зафиксировать, чтобы в случае чего прибегнуть к той информации, которым дали на лекции. Потому что нам сразу объявили, что будет дифференцированный зачет. Будем показывать знания, которые мы запомнили. Печатал на клавиатуре усердно. Не старался зафиксировать каждое слово, но те мысли, которые мне были интересны, я их печатал. В принципе, и находясь в аудитории, когда оффлайн обучение, я тоже записывал не всю лекцию, конечно. Потому что всю лекцию, наверное, невозможно записать. Она проходит не как в школе под запись все 45 минут, а в плане беседы, в плане обучения, в плане донесения информации. И ту информацию, которую я считал интересной и важной для себя, фиксировал. И опять обратились к преподавателю со словами, пожалуйста, можно еще раз слово. И сказали, ну Сергей, ну пожалуйста, отключи микрофон, потому что нас отвлекает твое тыканье клавиатуры. И мне стало настолько стыдно, что я еще тот динозавр, который думал, что я выключил микрофон, на самом деле его не выключил. И я обратился за помощью, сказал, ребята, покажите мне, как это выключить, расскажите. И то есть, меня вся группа ждала, когда до меня дойдет, как выключить микрофон. И в этот раз я уже точно выключил, нашел и понял, как они узнали, что включенный микрофон был. Или именно у меня. Убедился, что микрофон выключен, там был перечеркнут микрофон. Еще несколько раз переспросил, оказалось, что я переспросил в тишину. Когда я не получил ответа, я начал получать знания в очень приятных для себя условиях. Поставил разогревать обед, положил обед, покушал, попил чай. И за все это время еще и получал важную информацию. Я благодарю вас, что вы досмотрели это видео до конца. Прошу подписаться. Будет отлично, если вы посетите канал моих детей. Желаю вам здоровья, удачи, хорошего настроения и будьте богачи. Пока!